ребятки прием прием как слышно я дома сделаю вам сейчас обзор покупочек сейчас немножко уберусь как-то я не подготовилась только-только зашла на улице еще дождик пошел такцы бабушкины очки бабушка у меня на днюхе забыла очки я приторванила и город надо отдать за крыжовник вот вышла на улицу по магазинам по почтам бегала и дождик пошел слава богу такой легенький то идет то не идет но это хорошо сегодня пасмурный день хоть не так жарко вот она вчера парила на дождик оказывается хотя по прогнозу дождя нет а я что-то выходила в окно даже не глянула увидела что с пасмурный как бы день ну и все вышло дождик идет вот так даже хорошо знаете с дождиком так полотенце дыма все в стирке стирку стираем одну за одной так камера снимает снимает сумки чеки взять сейчас секунду у нас у нас стирка 1 за 1 1 за 1 бог потом будут отключение света чтоб все успеть вот досмотрите видео до конца и мне там пришел по почте подарок который я в этом видео покажу один из подарков к сожалению не все подарки одновременно приходит так это не надо вот чек с мясного магазина это накладная на товар аврора в общем давайте покажу что я купила по продуктам а я купила в авроре смотрите себе на дачу обновить перчаточки я в принципе покупаю вот эти перчатки но работаю всегда одной я когда иду пропалывать огород я вообще вы знаете что я не могу работать перчаток перчатках мне неудобно мне палит мне натирает и так далее но так как я пропалываю тяпкой а иногда нужно нагнуться возле растения убрать какую-то растительность то у меня всегда перчатка одета на левой руке и так получается что я покупаю ну и комплекте как бы по 2 но используя одну а про левую левую а правая всегда у меня правых и там пары 3 лежат ну штучки 3 вернее вот а левая используя надо обновить я беру такие она с этой стороны тряпка более-менее как дыши до что-то это упарит рук а с этой стороны резина но не толстая удобно работать так это магазин аврора рукавички садовые 24 гривны а вот синенького цвета синеньких у меня давно не было так дальше смотрите взяла такую штуку где она вот смотрите я такой не покупала буду пробовать turbo чист для прочей прочистки труб у меня в большом доме насколько вы знаете он говорила что стоит майдадыр вода туда не заведена но стоит обычный майдадыр куда мы ведром заливаем воду но сделан слив из дома в стене дырка и труба уходит на улице точно так же вырыта дренажная яма положены туда скаты машины немного щепни как щелень камешки что у нас там по территории валяется на дно вот и такой дренажная такая яма вернее че как ну сливная и туда выливается но так как мы майдадыром этим сейчас ну летом все заготовки на улице кухня летняя меня на улице то кухня как бы для зимы у нас в доме сделано и мы им не пользуемся и я заметил что оттуда вылетают такие маленькие мушки кто-то кто-то там завелся и так далее ну трубы надо пролить прочистить дела вот такую вот штуку так как не польза стоит она сейчас скажу 24 гривны призначены для швидкого очищения вид засмичен будь якой складности это догляд за зливными трубами всех выйдет усугай неприемный запах вот а мэн е там неприемный запах появился мист пакета 50 грамм варежно засыпаты в зливный отверт залиты одною склянку воды а какой воды не написано холодный горячий залишите на 5-15 хвилин я думала на ночь промить достатньою кількістю проточної води при необхідності повторити при сильних забрудненнях доза та час дії можуть бути збільшення я думаю на ночь засипать і все і стакан води туда так засіб розчинений водою безпосередньо в трубопроводі можна залишити на ніч усе для профилактики утворення засмичень використовувати один раз на 2 тижні треба була наверное два штучки взять но я взяла один так есть такое средство и смотрите что я нашла в авроре знаете что это такое ребят называется крышка стерилизатор состав зализу то есть железо вот как пользуюсь за чего я только я так понимаю что нужно подобрать подходящую кастрюльку ну я примерно понимаю какая у меня есть которая подойдет ставится она вода в кастрюльке кипит ставится она наверное вот так а может быть вот так вот чтоб банка не скальниться скальнина так что тут вода скапливала с конденсат и не капала не знаю буду пробовать потому что здесь как бы бортик есть да здесь нету может банка соскочить может быть сюда а ну если примерить а вот у меня банки стоят вот так если другой стороны а и так можно а как правильно не знаю ребята не знаю как правильно ну в общем и на пару я обычно всегда у меня в кастрюле вода налито и прямо в горячую воду туда опускаю горлышком попробую он недорого стоит цена его 39 гривен металлический тоненький правда такой гнущийся но посмотрим как он будет служить так дальше у меня мясной магазин ребята балык юбилейный свиной кусочек взяла килограмм 250 гривен на 72 50 вышел вот такой целеном она любит таки все камеру давайте гляну разочек стану конечно снимаю никакое там обновление не мешает не хочет залезть не хочет так балык юбилейный есть такое дело и еще мясном я взяла ребята давно не покупала печень куриной но села немножко то 430 граммов килограмм 110 гривен стоит что тут есть 410 граммов маленький такой пакетик да наверно потому что она тяжелая когда маловато странно так на 47 30 вот лена не есть печень а мы себе пожарим со сметаной вкусно будет так дальше и пошел у меня магазина т.б. я не помню а вот чек пакетики так поехали я купила помидорки ребята взяла которые подороже в надежде что они возможно чуть-чуть повкуснее это называется помидоры по моему коктейльные ну типа черики не черики нет они называются томаты коктейльные килограмм 989 95 короче 90 гривен на 40 гривен вышло вот вот такие вот но не хотя бы красивые потому что там были такие огромные розовые но не примут как пластик как восковые не знаю но они но не подешевле там по гривен 60 чем-то но я взяла такие такой помидорки потом об деле не вот лена она персики не любит она знаете что любит она любит нектарин а я наоборот общем прошлый раз покупала и персики так она их не поняла попортились они думаю нет надо только нектарин брать еле по выбирала потому что ящики такие есть слишком твердый как камень а есть уже человек от дня руки там испачкала в магазине капец нектарин то есть нектарин это шоу по сути да что-то скрещенное шоу что-то с чем-то так нектарин килограмм 73 гривны на 3370 вышло я бы больше взяла но не с чего выбрать было очередь такую отстояла втп у нас ранее у нас много касс ну кассы 1 2 3 4 5 6 но последние пару лет у нас работает 1 2 касса 1 2 и очередь на пол магазин это такая одежда а уже понимаешь в корзинке набрала извините на секундочку до полная корзинка и понимаешь блин стоять минут двадцать в этой очереди думаешь что пойти разложить все по полкам назад ну его на фиг то не ну короче и стоишь там а там еще по улице получается света нет работает генераторы а как вроде генератора работают но освещение какое-то там есть компьютеры работают ну как кассовые эти аппараты чешу там вот а понимаешь они наверно ради экономии кондиционеры не включают и там такая же риси ну что поделаешь так дальше ребята лена попросила химическую вкусняшку я взяла чипсы она никогда не кушает вот такие вот вещи как чипсы сама себе не покупай только вот ну не тоже под моим контролем а ну вот только когда она у меня просто я покупаю а так когда она ведет например на прогулку то она чипсы себе не покупает это я знаю точно поэтому не так красно на их есть но хочется я тоже в детстве ела бы мне сейчас понаписывать что-то ребенку взяла я тоже ела чипсы ну ничего как-то выросли так чипсы 125 граммов люкс здесь маком сметана то цибуля 3570 по акции потом это я взяла шухарики у нас вкусный супчик сварим прям хочется можно с собой в духовке сделать неохота здесь честно нажаривать тут так жарко в квартире если еще подключаю духовку будет вообще пекло так взяла для супчиков он такие знаете из деликатных багетов хрустящие со вкусом лобстера и недорогие 790 ну тут пачка небольшая как раз там на двоих супчику так потом ребята то что на даче у меня закончилась и я пришла и сегодня акция на эти пакеты это мои самые любимые пакеты марка своя линия они большого ну так как они на 35 литров но такие знаете прям под моим ведро которая на даче под столом стоит на улице идеально подходят и что очень важно вот эти завязочки мне нравится мне так удобно выносить мусор я себе завязала за ручечки взяла и пошла так значит сегодня они по 39 30 таких цена 45 а сегодня 39 30 купить 4 упаковки тут этом двадцатку я сэкономила я так понимаю вот набрала сразу 4 я посмотрю дома если есть то я все и забираю на дачу с собой если дома нету одну оставлю все я думаю что до конца лета нам хватит этого мусор мусора там много собирается мусора часто выносим очень так дальше набрала туалете бумажку одну сюда на квартиру и 3 на дачу бумажка туалетная 990 за штучку так потом ребята ой сломался ой и ой смотри ой слишком спелый их было 6 они обещали вернуться отломились от этой 1 2 3 4 5 6 и 2 я еще просто отломила там все вот они бананчики поэтому мусорку спелые видите отваливается так бананы смотрим килограмм 67 гривен на 97 93 дальше майонез прованса 67 процента в акции 400 граммов и 3290 линии йогурт и дольче очень вкусный со вкусом персик маракуйя 18 по-моему чем-то йогурт 1830 и что здесь остается и остается хлеб для тостовый хлеб для тостера хлебушек 26 90 400 граммов вот такой вот так ну что показываю я вам уже должна показать что я ко мне едут вообще три подарка один из них я получила некоторые подарки в том числе и подарки от мужа идут с опозданием так как это технику не все там техника так как эта часть техники то и муж знает что он сам не выберет потому что не нужно посмотреть определенные функции определенные задачи должен аппарат издавать совершать то есть мне нужно выбрать поэтому выбирали мы вместе заказали в интернете потому что у нас по магазинам особо выбора нет то и в интернете сейчас тоже многие фирмы у нас уже не продаются марки они исчезли с продажи с прилавком с прилавком и особо выбрать и нечего ну в общем один из подарочков пришел это вот такой вот инструмент я не знаю как правильно называется это это кто-то говорит гриль электрический кто-то бутербродница не знаю как правильно тут что-то даже как-то и не написано как в чеке она называется как вам правильно сказать о бутербродница мультипекарь 4 в 1 сэндвичница гриль вафельница орешница для дома сыра магазин розетка 1400 ватт вот короче у меня такая штучка когда-то было кто помнит пару лет назад мне присылала зрительница я делала обзор на канале прислала мне в подарок такую же или такая нам наподобие в общем фирма другая была но наподобие прислала мне такую вот бутербродницу мы ею довольно таки интенсивно часто пользовались но к сожалению она проработала очень мало она проработала у меня я не знаю ребята может быть месяца три-четыре ну примерно точно не помню и просто перестала работать просто там что-то сгорела перегорела она завоняла и перестала работать вот к сожалению и вот уже несколько мы мы без нее живем и когда муж сказал ну выбирай себе подарки я взяла то-то-то-то-то вот один из подарков пришел первым вот и я подумала что надо ее в нашу семью вернуть мы очень нам очень нравилось готовить в ней такие вот горячие бутерброды собственно именно а шо я пытаюсь в отражении холодильника увидеть экран телефона я аж не вижу ваша обратной стороной снимаю нормально все вот именно поэтому я купила собственно тостовый хлеб буженину сыр у меня есть в холодильнике сейчас распечатаем тут разные насадки ой она побольше чем у меня было у меня меньшего размера было я поняла что мне она в доме нужно увоняет таким пластиком каким-то фирма грант довольно таки короткий шнур на этом во всех так идет короткий шнур мы сегодня ее дома кстати протестим я ее заберу на дачу все мешает немножко там у меня было бы такого вот такая вот гораздо меньше чем малюсенько закрывается что очень классно что вот эти вот формы они съем а как тут это снимается очень классно что они съемные антипригарное даже покрытие какое-то если в этом с этой стороны видео но металлическое такое вот а тут антипригарное покрытие вот и это очень классно что они съемные потому что удобно можно помыть просто под краном чтобы тут ничего не залить поняли да так сейчас назад ставлю в моей той она как-то чуть-чуть по другому было ребят о все зажалось и тут такая же какая-то двигающаяся кнопка есть вот и какие есть насадки смотрите значит есть вот такие вот насадки я по одной достану принципе одна сюда это для приготовления орешков то есть начинку можешь любую использовать всем нам детстве мама мы делали орешки тоже кстати формы такие были железные она как вафельница тирчи как они назывались вот то есть одна ставится сюда вниз другая наверх видите вот так вот короче такие формы их здесь четыре раза вот такая вот типа как гриль форма дальше ребята для как их называют вафли какие французские вафли чешу вот такая штучка надо посмотреть в интернете как готовится в моей прошлой тоже были съемные насадки но там три вида была вот такая для бутербродов и и еще что-то но такой вот не было вот она посмотри как тесто готовить тоже попробовать приготовить такие такие вафли ну собственно и вторая тоже одна вверх другая вниз но для меня в ней самая важная насадка это сейчас я вам покажу какая это именно вот это потому что прошлое прошлое в прошлой такой штучки мы пользовались именно вот такими вот кладется сюда хлеб видит такая перемычка как бы это цена прижимается хорошо и потом этот хлебушек разделяется на две части получать такие уголочки горячие бутерброды вот туда хлеб нажили колбаска сыр помидорка там еще чего то что есть в холодильнике сверху еще кусочек хлеба и все прижимаешь короче вот такая насадка все есть ребята сейчас тут что-то еще лежит это наверное какая-то инструкция или что-то такое а просто нет никаких ни рецептов ничего вот ну кому интересно кто будет спрашивать то раза за за цену сколько она стоит по я за нее отдала с доставкой совсем а тысячу двести она стоит в 33 мне вышла че за перевод денег че там доставки так и не поняла 1200 все но мы сегодня ее и попробуем или такого же размера у меня была просто у этой ручка какая-то надо больше выпирает сама поверхность небольшая короче будем пользоваться надеемся что это прослужит дольше но я так поняла что на нее какая-то там гарантия есть вот а у ничего себе термин гарантии 24 месяца два года ну это вообще-то нехило главное это все сохранять а чтоб сохранить я прям сюда в коробочку положу и все два года конкретно тут нержавейка сверху вот ножки на ножках резиновые штучки такие в общем но что меня удивило что здесь прошлое мая было по моему 800 ватт так долго надо было ждать чтобы она там приготовилась а у этой 1400 не знаю насколько правда но я выбирала муж сказал выбирание выбирала выбирала на сайте розетка мы там много лет совершая покупки и что мне там нравится что можно отзывы почитать то именно году этой очень много отзывов и они практически все положительные даже те которые есть негативные то по гарантии люди заменили и все если что-то сложно два года я даже внимание обратила шоу два года это круто кабель хорошо что очень толстый такой в общем вот так вот будем пользоваться все ребятки вот такой вот обзор покупок я вам показала а остальные подарки придут ой что-то долго они едут конечно через дня три они только доберутся и я вам обязательно покажу что там еще юля на заказывала себе все спасибо что посмотрели это видео всем мирного неба над головой скоро увидимся пока пока